Это итоги недели. В студии Максим Кимбель. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих 7 дней. Страховой стаж, автомобильный лидер, неоспоримая ценность. 2023 объявлен годом мира и заседания, на что акцент. Мастер-класс и коньки в подарок. В Обруйск посетили хоккеисты команды президента. Я очень доволен, что получился такой замечательный праздник. Кто впервые встал на лед. Маршрут проложен. В молодежном микрорайоне появится новая улица. Тут еще предусмотрено 14 жилых домов. На какой стадии строительство? Все сделает вкуснее. Бобруйский завод растительных масел подвел предварительные итоги года. Планируем увеличение поставок на внутренний рынок. Чем насыщен полезный продукт? Тихая ночь. Православные всего мира отметили Рождество Христова. Сердечно поздравляю вас с великим спасительным праздником, рождением Господа нашего Иисуса Христа. Как это было. Громкое увольнение, нелегальная миграция и крупнейшая вспышка. В Чехии уничтожат 742 тысячи кур и 2,5 миллиона яиц. На что повлияет птичий гриб? Исключительно оборонительные цели. Президент посетил Абдуз-Лесновский полигон под Барановичами. Главнокомандующий ознакомился с расположением военнослужащих совместной региональной группировки войск, в том числе российской части. Беларусь продолжает прибывать личный состав, вооружение, военное и специальная техника из РФ. Накануне поступила очередная партия новых БТР-82А, БТР-80К, бронированных, медицинских и ремонтно-эвакуационных машин. Решение о развертывании региональной группировки войск на территории нашей страны было принято Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Региональная группировка войск – это один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который на сегодня, наверное, должен остудить горячие головы на Западе по отношению какой-то агрессивной политики в отношении Республики Беларусь, в отношении союзного государства прежде всего. А мы видим, что сегодня на границах союзного государства, западных границах союзного государства происходит большая военная активность, наращивается большое количество учений, фиксируем постоянные пролеты разведательной авиации. Ну, то есть совсем не миролюбивая политика исходит от наших, к сожалению, соседей. Поэтому и было принято решение о развертывании региональной группировки войск. Глава государства отметил, опыт, полученный во время слаживания воинской части и соединений, имеет большое значение для нашей страны. К слову, Беларусь передала российским военным крупную партию индивидуальных аптечек. Трудовая пенсия, централизованный экзамен и обязательное свидетельство. В Беларуси повысилась ответственность экскурсоводов и гидов-переводчиков. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. 2023 в Беларуси объявлен годом мира и созидания. Соответствующий указ подписал президент. Это соответствует и духу времени, и устремлением наших сердец, подчеркнул Александр Лукашенко в новогоднем обращении. Ключевыми направлениями будут совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, содействие межконфессиональному диалогу и демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности. 2,5 миллиарда рублей направят на увеличение пенсии. Трудовые повысятся в увязке с ростом зарплаты и уровнем инфляции, но не менее одного раза в год. Доплаты будут перерассчитываться ежеквартально вслед за новым размером бюджета прожиточного минимума. Страховой стаж увеличился на 6 месяцев и составил 19 лет. Женщины выходят на заслуженный отдых в 58, мужчины в 63. Абитуриенты будут сдавать централизованный экзамен. Он пройдет с 14 по 21 мая. Первый предмет – русский или белорусский, второй – на выбор. Девятиклассникам предстоит контрольная по математике, устно сдать историю Беларуси и вместо диктанта написать изложение. После этого будет возможность пойти в профильный класс, но средний балл свидетельства должен быть не ниже 7. Также утверждена новая редакция приемов вузы. Автодилеры подвели итоги года. В декабре по отношению к ноябрю белорусский рынок показал рост на 82%. Всего же за 2022 из салона забрали почти 15 тысяч легковушек. Лидерство по-прежнему удерживает отечественная марка «Джили». Проданы рекордные 1158 машин. Второй по популярности бренд – «Лада». В Беларуси повысилась ответственность экскурсоводов и гидов-переводчиков. Изменения коснулись порядка аттестации специалистов и их дальнейшего учета. Для этого вводится национальный реестр. Свидетельство теперь обязательно выдается на 5 лет. Для получения документа придется пройти компьютерное тестирование и устное собеседование. Что в душе растаяли людинки. В Абруйск посетили хоккеисты команды главы государства. Для воспитанников детского дума профессионалы провели настоящий мастер-класс по катанию на коньках и умению обращаться с клюшкой. Старт самому трогательному проекту президентского спортивного клуба был дан еще в 2013. Для ребят также организовали контактный зоопарк с кроликами и театрализованное представление. В подарок мальчике и девочке получили батут, велосипеды и самокаты. О том, как это было, Ольга Васенда. На Бобруйск-Арене команда президента Беларуси по хоккею. Как известно, спорткомплекс начинается с раздевалки. Здесь и знакомятся титулованные игроки и воспитанники детского дома. Спортсмены не с пустыми руками. Детям коньки, от ребят улыбки. Нормально? Не жмем? Ну вот. А потом крест-накрест уберешь. Просто вставлять не надо? А просто заедите. Убувь подошла, теперь налет. Рядом с новичками мастерам. К слову, в составе команды президента сплошь одни звезды. Чемпионы Беларуси, некоторые играли в Европе и НХЛ. Многие ребята тоже не только умеют стоять на коньках, но и уверенно держат клюшки в руках. Что и демонстрируют во время эстафеты. Хорошо бросают по воротам и быстро объезжают фишки. Каждого юного снайпера, который сумел поразить ворота, награждают памятным подарком. Тренировка, сюрпризы, поздравления – все в рамках акции «Рождественская традиция». Самый душевный проект президентского спортивного клуба ведет свой отчет с 2013-го. Все было круто, нам все понравилось. А вы, как считаете, как ваша напарница, справилась? Очень справилась. Я удивлен, очень хорошо катается. Внимательно слушала мои подсказки. Я очень доволен, что получился такой замечательный праздник. После тренировки переезд в детский дом. Здесь продолжаются сюрпризы. Воспитанников встречает символ 2023-го – кролик. И не один, а целых шесть. На этом подарки не заканчиваются. Хоккеисты передают велосипеды, самокаты и батуты. Не стоит забывать и спонсорскую помощь. Каждый год в хоккейной команде президента в канун Рождества меняет хоккейную экипировку, становятся волшебниками с подарками, спешат к тем детям, которые особенно нуждаются во внимании, теплее, любви и заботе. Чем больше любви, счастья мы отдаем, тем больше мы получаем. Завершается праздник сказочной постановкой «Алиса в стране чудес» – театр Трубадур. Постановка рассказывает о девочке, которая попадает сквозь кроличью нору в воображаемый мир, населенный странными антропоморфными существами. За музыкальную составляющую отвечает заслуженная артистка Беларуси Жанет после обмен подарками. Очень важно, что сегодняшнее мероприятие несло воспитательный характер. Дети посмотрели на этих волевых, мужественных людей. Ведь трус не играет в хоккей, да, это спорт для сильных мужчин. Я уверена, что у них появится цель в жизни. И они сегодня поняли, что как, каким образом достигать этой цели. Что это труд в первую очередь, это дисциплинированность, как у спортсменов. В детском доме воспитываются 40 мальчиков и девочек от 4 до 13. Их главное желание – поскорее обрести любящую семью. А пока внимание и заботу им дарят неравнодушные белорусы, в их числе и звезды хоккея. Ребята признаются – теперь они тоже хотят связать свою жизнь со спортом. Не это ли самое главное? Ольга Васинда, Станислав Чичерин. Итоги недели. Учет в телефоне. В Беларуси начал действовать налог на профессиональный доход. Самозанятые могут перейти на него добровольно. Для тех, кто зарабатывает до 60 тысяч рублей в год, ставка 10%. Если больше 20. Для пенсионеров – 4,8. Также предоставляется вычет в 2000 рублей. Нужды в кассовом оборудовании нет. Необходимо лишь установить специальное приложение. Физическое лицо должно проинформировать налоговый орган с использованием этого приложения о своем желании перейти на применение данного режима. После этого оно вправе осуществлять свою деятельность. Налог не исчисляется платильщиком, он исчисляется налоговым органом. И сумму этого налога всегда предварительно можно увидеть в этом же приложении. Не нужно представлять никакие отчеты и декларации. Скачать приложение можно в App Store, Play Market или с официального сайта МНС. Перейти на новый режим налогообложения могут ремесленники, владельцы агроусадьев, фотографы, репетиторы, курьеры, дизайнеры и представители других профессий. В Беларуси, к слову, работают свыше 100 тысяч самозанятых. Еще одна точка на карте. В Авруйске появится самая северная улица. Пуховская свяжет строителей Днепровской флотилии и бульвара Приберезенские. Транспортную артерию откроют до декабря. В планах также продлить второй маршрут ролейбуса до конца молодежного микрорайона. В тестовом режиме транспорт запустят уже в феврале. О глобальном расширении Карина Гуревич. Молодежный микрорайон разрастается на глазах. Буквально за пару лет пустырь превращается в рай для жизни. А совсем скоро в самой северной части возведут новую улицу. Пуховская свяжет сразу три транспортные артерии. Строители Днепровской флотилии и бульвар Приберезенский. Общая протяженность почти 800 метров. Точка уже появилась на картах. Но проехать автомобили здесь смогут лишь к концу 2023-го. На какой стадии сейчас находится строительство новой дороги? Ну, сейчас подрядная организация приступила к срезке растительного слоя в границах работ, перемещению излишнего грунта. Ведется процедура закупки материалов для устройства линейной канализации. К новой дороге в две полосы будут прилегать и тротуары. На одной стороне предусмотрена велосипедная дорожка. Автомобилистов особенно порадуют отдельные от жилой зоны парковки на 480 и 320 мест. Согласно концепции «Двор без машин» у многоэтажек организуют небольшую стоянку для транспорта. В основном для инвалидов. Общая стоимость проекта – 6 миллионов 700 тысяч рублей. Как будет застраиваться новая улица? Ну, вот с левой стороны от нас находится микрорайон жилой застройки, ну, многоэтажный. Тут еще предусмотрено 14 жилых домов строительства. Три из них начато. Предусмотрены спортивные площадки, детские, игровые площадки для отдыха. Для тех, кто передвигается на общественном транспорте, тоже хорошая новость. Изменится маршрут второго троллейбуса. Конечную остановку перенесут на пересечение строителей и Пуховской, благодаря чему добраться до места отправления смогут даже жители района тепличного комбината. До ближайших домов порядка 500 метров. Уже установлены 120 дополнительных опор. Сейчас идет монтаж контактной сети. Планируется в этом месяце вынести линию 10 киловольт. У нас она пересекает троллейбусную линию. Где-то к концу месяца будет выноска этой линии. И завершение конечного этапа, наверное, будет в феврале месяце. Запустят троллейбус в тестовом режиме в первом катале этого года. С учетом нового участка, общая протяженность линии в обе стороны почти 2,5 километра. В планах у специалистов добавить 5 остановок, включая конечную. Чтобы сохранить интервал движения на втором маршруте, пустят еще несколько троллейбусов. Часть проспекта строителей, которая примыкает к Сикорского, расширится до 6 полос. Дорожные работы должны начаться весной. Район у нас за последнее время очень сильно расстроился. Очень большое количество стало жителей. Да, есть маршрутки, есть автобусы, но действительно очень замечательно, что пустят у нас троллейбус. Будет конечный у нас, это будет вообще хорошо. И до конечного автовокзала, и до Держинки добираться. У меня детки в центре учатся, на Минской, и им хорошо будет близко. Не хватало троллейбуса, потому что всегда они влезут в автобус. Маршрутки тоже довольно-таки всегда по утрам забиты. Туда далеко бежать от садика, поэтому хорошо. В самом быстрорастущем микрорайоне города уже есть школа, два детских сада, спортивный комплекс и магазины. Добраться из центра не составляет проблем. Все потребности, которые появляются у местных жителей, получают отклик. А вопросы решаются в кратчайшие сроки. Карина Гуревич, Максим Галенка, Станислав Чечерин. Итоги недели. Держать руку на пульсе диспансеризация в стране стала обязательной. Теперь медики осматривают население вне зависимости от того, установлено ли у пациента заболевание или нет, и входит ли он в группу риска. Белорусы от 18 до 39 должны проходить обследование раз в 3 года, старше 40 ежегодно. Врачи анализируют медицинские документы, проводят анкетирование, оценивают состояние здоровья и детально консультируют. Пациенты могут записаться самостоятельно при обращении в регистратуру, по телефону, также через сервис Талонбай или через официальный сайт нашего учреждения. В нашей поликлинике организована работа трех кабинетов для диспансеризации, которые оснащены всем необходимым. Пройти осмотр можно по предварительной записи в поликлинике по месту жительства или работы. Что же касается сельской местности, там население обследует выездные бригады. Ждать результатов не придется. Все ответы врачи дадут в тот же день. От маленькой семечки до всеми любимого продукта. Бобруйский завод растительных масел подвел предварительные итоги года. Объемы производства превысили прошлогодний показатель в два раза и составили 120 миллионов рублей. Сейчас предприятие активно осваивает азиатский рынок и прорабатывает дальнейшее сотрудничество с Израилем, где особо ценится наше кошерное масло. О золотой марке далее. Ушедший год стал успешным для многих бобруйских предприятий, в их числе и завод растительных масел. Он вносит огромный вклад в формирование выручки социально-экономического комплекса города. По предварительным итогам, только объемы производства здесь выросли в два раза. В цифрах – 120 миллионов рублей. Это неудивительно, а ведь все чаще на столах белорусов можно увидеть нашу марку. Объемы производства наращивать. У нас есть достаточные производственные мощности и цеха ФХР, и участка по переработке масличных культур, а также и розлива. Что касается объемов производства масла фасованного, то они тоже растут. В ассортименте бобруйского бренда 20 наименований. Весь процесс создания качественного масла от маленькой семечки до готового продукта под строгим контролем не только специалистов, но и современного оборудования. Благодаря системе очистки здесь получают товары европейских стандартов качества, а всего год назад завод обновил линию розлива. Вот так выглядит пластиковая бутылка до попадания в автомат. Под температурой 112 градусов установка раздувает полго до привычных нам размеров. За час аппарат способен выдать 3000 штук. Рапсовое масло, которым славится завод, хорошо влияет на обмен веществ, ускоряет регенерацию в клетках и снижает количество холестерина, чем способствует похудению. В нем присутствует омега-3 и 6. Проходя особую очистку, продукт содержит самые разные жирные кислоты и потому полезнее, чем оливковое, самого высокого качества. Планируем увеличение поставок на внутренний рынок, чтобы белорусский народ имел доступный белорусский продукт и поддерживал белорусского производителя. Качественный и ответственный подход к работе сотрудников предприятия отмечен на аллее трудовой славы в сквере на Минской. За свою более чем вековую историю завод менял названия и владельцев, но всегда оставался верен великим традициям, которые с гордостью чтит и сегодня. Карина Гуревич, Максим Галенка, Станислав Чечерин. Итоги недели. На небе зажглась вифлеемская звезда. Православные верующие отметили Рождество Христово. Это один из важнейших христианских праздников. Торжество знаменует приход в мир Иисуса, который, согласно Евангелию, послан Богом для спасения человечества. Именно этот день разделил историю на до и после. С рождения Христа началось современное летоисчисление под названием «Наша Эра». Богослужения прошли во всех храмах города, центральное в Никольском кафедральном соборе. Дорогие жители нашего города, сердечно поздравляю вас с великим спасительным праздником, рождением Господа нашего Иисуса Христа. Желаю вам, чтобы та любовь, которую Господь проявляет к нам, мы проявили так же по отношению к Нему, чтобы были чистые сердца, чистые помыслы наши. Пусть будет здравие, долгодействие для всех нас. И хотелось пожелать вам, чтобы мир душевный и крепкая вера пребывала со всеми вами. Праздновать Рождество Христово православные будут на протяжении 12 дней. В это время принято навещать близких и дарить друг другу подарки. Кульминацией станет крещение. Ускоренная депортация, массовое сокращение и выгодное предложение. Японским семьям будут платить за переезд из столицы в регион. Сколько? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. США ужесточают борьбу с нелегалами. Правительство объявило о введении ряда новых мер. Они включают ускорение депортации, а также квоту на прием 30 тысяч человек в месяц из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы. Джо Байден призвал мигрантов не приезжать на границу, оставаться на местах и оттуда подавать заявления на законных основаниях. Амазон сократит более 18 тысяч сотрудников вместо заявленных ранее 10. В основном увольнения коснутся специалистов из отделов продаж и найма персонала. За минувшие два года число работников возросло почти вдвое из-за роста спроса на онлайн-услуги, который был вызван пандемией COVID-19. По мере снятия антикоронавирусных ограничений, увеличение доходов компании замедлилось. В Чехии зафиксирована крупнейшая вспышка птичьего гриппа – самая массовая в истории страны. Вирус распространяется крайне быстро, поэтому действовать будут радикально. Уничтожению подлежит 742 тысячи кур – это 15% от всех несушек в государстве и порядка 2,5 миллионов яиц. Эпидемия неизбежно повлияет на и без того высокие цены на продукты, питание и уже вызвала торговые ограничения со стороны стран-импортеров домашней птицы. В Ватикане простились с папой римским Бенедиктом XVI. Бывший глава католической церкви скончался в канун Нового года. Ему было 96. Траурную церемонию посетили тысячи верующих. Гроб с телом будет покоиться в крипте под алтарной частью собора Святого Петра. К слову, Бенедикт – единственный понтифик, который первый за 600 лет сложил полномочия по состоянию здоровья. Это случилось еще в 2013-м. В Японии планируют платить за переезд из столицы в регионы. Население Токио свыше 14 миллионов человек. Семьи, которые сменят место жительства, будут иметь право на получение порядка 7700 долларов на одного ребенка. Нововведение начнет действовать с апреля 2023-го. Эксперты называют главным фактором масштабного демографического кризиса – миграцию молодежи из сельской местности в крупные города. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кемпель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги.